Здравствуйте, ребята! Я учитель русского языка и литературы Боброва Юлиана Владимировна. И тема нашего урока – рецензия как текст учебно-научного типа. На этом занятии в центре нашего внимания будет текст и возможности его информационной переработки. Информационная переработка текста – это процесс извлечения необходимой информации из текста-источника. Сегодня на уроке мы с вами вспомним, что такое текст и какие основные научные тексты используются в практике школы. Узнаем, что из себя представляет рецензия и чем она отличается от других видов научной письменной речи. Поговорим о правилах и особенностях написания рецензии, поскольку это умение может вам пригодиться на выпускном экзамене. Для того, чтобы успешно сдать экзамен, необходимо хорошо представлять, из каких заданий он состоит, овладеть теми умениями, которые проверяются и оцениваются при тестировании. Одно из них – это умение работать с готовым текстом и создавать собственный. В связи с необходимостью сдачи бакалавра по русскому языку и литературе, актуальным также является вопрос об обучении осмыслению текста через выделение его проблем и формулированию по ним авторской позиции. Что такое текст? Слово для нас настолько знакомое, что, казалось бы, и пояснений не требует. С одной стороны, каждый для себя понимает, что такое текст. С другой стороны, с течением времени возникают новые типы текста. В последнее время, например, такие, как смс-сообщение или имейл-переписка. И дать определение этому, казалось бы, очевидному понятию становится довольно трудно. Несмотря на то, что в лингвистике нет единого определения, что же такое текст, давайте вспомним основные характеристики любого текста. Текст — это речевое произведение, основными свойствами которыми являются целостность, связность, информативность, литературная обработанность и закреплённость на каком-либо материальном носителе информации. В практике школы используются самые разнообразные научные тексты — конспекты, сочинения, рефераты, отзывы, аннотации, рецензии и другие. Работая с научными текстами, необходимо помнить, что они бывают первичными и вторичными. Первичные тексты — это оригинальные тексты или оригиналы, непосредственный результат профессиональной деятельности создателя информации. Вторичные научные тексты создаются только на основе оригинальных текстов и служат для хранения, накопления, переработки и совершенствования первичной информации, принадлежащей другому автору. Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами — свёртывание и развертывание информации. Сегодня мы сосредоточим своё внимание на рецензии. Что же такое рецензия? Рецензия от латинского «recencio» — «рассмотрение». Это жанр научной письменной речи, представляющий собой отзыв, разбор или оценку нового художественного, научного или научно-популярного произведения. Писать рецензии приходится не только критикам для оценки различных художественных произведений, но и компетентным профессионалам, чтобы высказать аргументированное и объективное мнение о новинках музыки, искусства, театральных постановках и даже игровых и компьютерных программах. Следовательно, рецензии можно классифицировать. По объекту — это музыка, фильмы, театральные постановки, отклики на конкретный продукт, в нашем случае книги, художественные произведения. По субъекту, то есть автору рецензии — это эксперт, обычный читатель или специальные люди, пишущие заказные отзывы в рекламных целях. Их привлекают заказчики, рассчитывая на положительный отклик. По объему текста. Существует грант рецензии, самая большая форма рецензии, печатается в специализированных изданиях объемом от двух печатных страниц и мини-рецензии — тексты, характерные для прессы, объемом один-два листа. Каждый ученик знаком с понятиями рецензии, реферата, эссе и отзыва. Несмотря на то, что в этих понятиях есть немало общего, хочется отметить их отличительные черты. Чем же отличается рецензия от других жанров письменной речи? Рецензия отличается в первую очередь тем, что это авторский жанр. Самостоятельное суждение, которое излагается только после основательного знакомства с материалом рецензирования. Строится рецензия исключительно на суждениях-доказательствах. Каждая фраза подтверждается реальными фактами, цитатами и приведением примера. Что включает процесс рецензирования? Вы ознакомились с материалом, определились с видом работы. Чтобы не ошибиться при рецензировании, следует составить план. Типовой план рецензии выглядит следующим образом. Первое. Предмет анализа, то есть название работы и фамилия, имя, отчество автора. Второе. Описание краткого содержания работы. Третье. Разбор работы, ее характеристика, структура, выбор названия и так далее. Четвертое. Общая оценка. И пятое. Выводы и рекомендации рецензента. Теперь можно приступать к процессу рецензирования. Шаг первый. Заголовок рецензии должен содержать полное наименование рецензируемой работы, включая жанр, в котором она выполнена, и персональные данные ее автора. Например, рецензия на автобиографию предпринимателя Фила Найта, продавец обуви. Шаг второй. Здесь можно указать круг поставленных автором проблем, показать их новизну и актуальность, рассказать о стиле автора. Подробный пересказ снижает ценность рецензии, поэтому не стоит рассказывать читателям сюжет. Будет правильно, если вы воспользуетесь для этой части стандартными формулировками. Например, автор посвятил свою работу. Актуальность темы привлекает внимание. Работа посвящена актуальной проблеме. Шаг третий. Для правильного написания рецензии требуются аргументы. Какое бы мнение ни сложилось, вы должны четко подбирать доказательства, формулировать свои мысли и излагать их в своем тексте, постепенно перечисляя все разделы, приложения и даже иллюстрации рецензируемой работы. В рецензировании есть своя этика и лучше ее соблюдать, если вы хотите написать хорошую рецензию. При написании следует избегать экспрессивно окрашенной лексики, не использовать просторечные высказывания, жаргонизмы, не допускать оскорблений в сторону автора первоисточника, стараться не перегружать текст второстепенными деталями и сложной терминологией, придерживаться делового и доброжелательного тона. Шаг четвертый. При написании рецензии важно не только выражать свое мнение, но и давать профессиональную оценку произведению. В оценочной части рецензии отмечаются преимущественные отличительные особенности данной разработки, а также подробно указываются и анализируются замеченные рецензентом недостатки. Для развития навыков написания вторичных научных текстов рекомендуется обращаться к речевым шаблонам и языковым клише. Лучше всего ваше мнение помогут передать такие стандартные фразы, как «к положительным сторонам работы можно отнести», «оценивая работу в целом», «отдельного внимания заслуживая». В проекте присутствуют несущественные замечания, которые мало влияют на уровень исследования по теме. Шаг пятый. В грамотной рецензии в заключении кратко, но четко излагаются выводы об актуальности рецензируемого материала и в случае необходимости даются практические рекомендации. Заключение обычно оформляется в пару предложений без лишних фактов. Например, книга рекомендуется для круга читателей потому что считаем, что методическое пособие имеет большое практическое значение для. Итак, подведем итоги. сегодня мы с вами познакомились с еще одним жанром научной письменной речи рецензии. Узнали, что вторичные тексты создаются на основе первичных текстов, принадлежащих другому автору. По теме урока, что такое рецензия, важно запомнить, что основная задача рецензента оценка произведения, его достоинств и недостатков. Успешность написания рецензий обеспечивается такими факторами, как объективность, справедливость и беспристрастность. Напомню, что для подготовки рецензии вы можете воспользоваться речевыми шаблонами, характерными для такого типа работ. Свою первую рецензию вы можете написать, отталкиваясь от несложного типового плана. А если опыт в написании рецензии уже есть, то можно использовать более развернутый и более подробный план. Успехов вам в работе! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова